Если на прошлом деловом понедельнике молодежь выступала со своими проектами в мэрии, то на этой неделе сам руководитель сполкома выступил в роли докладчика. Сегодня утром Наиль Магдеев посетил набережный Челнинский институт социально-педагогических технологий и ресурсов. Это уже второй его визит в Ниспотр. Сначала для него провели мини-экскурсию, на которой показали студенческие проекты, уже готовые к воплощению в нашем городе, а затем пригласили в актовый зал, где и проходило общение представителей вуза с граноначальником. Сколько стоит развитие города и откуда на это приходят деньги? С продолжительного выступления на тему социально-экономического развития города начал общение со студентами руководитель сполкома. Впрочем, предугадать вопросы собравшихся не удалось. К примеру, их интересовало, не помешает ли кризис завершить строительство бассейна на территории института. В этом году эксплуатацию запустим. Пока никаких сомнений, по крайней мере, нет. У нас было еще одно предложение. Это организация гранта по проектам на лучшем проектовании, по организации математического образования. Надеемся, что это тоже реализуется. Мы не можем так прийти, только рассказать и улететь с пустыми руками. Я думаю, что мы найдем финансовые возможности для того, чтобы эту проблему решить. Найдем источник. Ребята интересует не только то, что связано с их вузом, но и то, как жить и где работать после его окончания. В следующем году мы оканчиваем институт и хотели бы остаться в городе учителями физической культуры. Скажите, пожалуйста, программа доступного жилья в городе для молодых специалистов сохранится? Мы решаем программы по программе доступного жилья и по социальной ипотеке. Ни много, ни мало. Сегодня на очереди стоит порядка 4 тысяч молодых семей по социальной ипотеке. И мы в этом году вот такую проблему испытываем, но и мы ее, естественно, решили. В этом году порядка 18-20 тысяч квадратных метров жилья будет построено по социальной ипотеке. Но в следующий год этот объем кратно увеличится. Также Найдемагдеев напомнил, что сегодня активно идет строительство новых детсадов. А это для некоторых сегодняшних студентов рабочие места. Напоследок ребята расспросили о личном. Каков график работы у руководителей сполкома? Какими видами спорта он занимался? Сам же Найдемагдеев предложил студентам активно участвовать в жизни города, в том числе принять участие в разработке проекта Парка Победы, а также благоустроить собственный сквер. Катерина Карцева, Ильнар Мустафин, РЕН-ТВ, Набережные Челны.